Здравствуйте! В эфире новости на шестом канале. О самом важном в политике, экономике, бизнесе, культуре и спорте. Меня зовут Никита Каргаев. Сегодня в программе. Хотели тепла, но получили разруху. Пуск отопления в дома владимирцев оборачивается настоящим кошмаром. Плелось все сверху. Скорее вещи собрали и увезли к сыну, к родственникам. Опасность прямо перед школами. Народный фронт обнародовал страшные вещи. На всю область только один переход перед образовательными учреждениями соответствует требованиям безопасности. Мы надеемся, что после вот этого круглого стола еще больше пешеходных переходов появится таких, которым будем довольны и мы. Без строительства не обойтись. Общественники узнали, что в будущем в парке будут не только деревья и пруды, но и новоделы. Это никак не согласуется с обещанием, что там не будет никакой застройки. Новая жертва ковида. За последние сутки умерло еще три пациента с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 235. Заболевших за минувшие сутки 59, на два больше, чем накануне. Всего больных теперь 7 716. В лидерах антирейтинга Муром 10 новых пациентов. На втором месте Гусь-Крустальный 9 новых ковид-носителей. Третье место антирейтинга у Владимира 8 новых заболевших. Общая статистика по области выглядит сейчас так. Владимир 1370 случаев, Гусь-Крустальный 1112, Муром 761, Петушки 730, Ковров 641, Александров 601, Вязеньки 414, Юрьев-Польский 341, Собинка 333, Кольчугина 231, Меленки 211, Судокда 176, Суздаль 170, Красная Горбатка 160, Кержач 155, Горховец 136, Камешкова 100, Радужный 7. Что касается выздоровевших, то за минувшие сутки их 21 победивших коронавирус в нашем регионе теперь 6046. Владимирских врачей начали прививать от коронавируса. В 33 регион поступила первая партия вакцины. На этой неделе, 5 октября, прививки от коронавирусной инфекции сделали пока пятерым медикам. Всего же в списке облздрава значится 50 человек. Это медработники, которые работают на передовой с ковидными больными. Именно их провакцинируют первыми. При проведении вакцинации против коронавирусной инфекции должно соблюдаться несколько условий. То есть это должен пройти месяц после вакцинации от гриппа. Всем перед проведением вакцинации проводится ПЦР-тестирование и ФА, чтобы действительно не начать вакцинирование в тот период, когда человек заболевает. Очень радует то, что все прошло без осложнений. По информации облздрава, массовое поступление вакцины от коронавируса ожидается ориентировочно в конце ноября. Тем временем, директор областного департамента здравоохранения призвала горожан не терять время и привиться от гриппа. Регион получил почти полмиллиона доз вакцины для взрослых и детей. Правительство поставило перед нами задачу 60% вакцинированных на территории субъектов. И 75% вакцинированы в группах риска. А кто это? Это пожилые, это дети, это лица, страдающие сердечно-сосудистыми, эндокринными и другими хроническими заболеваниями. Мы понимаем, что весной коронавирусная инфекция пришла в страну тогда, когда был спад из сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Сейчас ситуация обратна. И мы должны быть максимально защищены. И наши родственники должны быть максимально защищены. В Коврове автомобилист сбил женщину на зебре. ДТП произошло на улице Маяковской, когда водитель 1966 года рождения двигался в сторону улицы Грибоедова со стороны улицы Сосновой. Женщина 1972 года рождения шла по нерегулируемому переходу. По какой причине Volkswagen с логотипом такси не успел затормозить перед пешеходом, будут разбираться в полиции. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и была направлена на амбулаторное лечение. На водителя составлен протокол об астративном правонарушении, предусмотрен статьей 12.18 КОАП РФ. В Александровском районе сгорело три дачных дома. Есть погибшие. Трагедия случилась в деревне Гольцово. К моменту приезда спасатели горели три дачных дома. Одна хозпостройка и автомобиль. Причина такого масштаба бедствия. В несвоевременном звонке на пульт пожарных. Огнеборцы приехали быстро, но пламя уже распространил по деревне сильный ветер. Без жертв не обошлось. Спасатели обнаружили погибшего мужчину 1989 года рождения. Совсем недавно с местными жителями проводились беседы о пожарной безопасности. Но профилактические увещевания не помогли. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара и подробные обстоятельства трагедии. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 13 человек личного состава. Также добавим, что в данном населенном пункте в сентябре этого года сотрудниками местной администрации проводилось информирование граждан о правилах пожарной безопасности с росписью в журнале. В Муроме неизвестный разрисовал монумент павшим воинам. Вандал попал на запись камеры видеонаблюдения, но опознать его практически невозможно. Памятник посвящен воинам с комбината «Красный луч», которые ушли защищать родину от фашистов и не вернулись. В МВД сообщили, что заявление по факту осквернения памятника в полицию не поступало. Обвал штукатурки, трещины, проседания потолков и испорченное имущество. Этот день разделил жизнь жильцов дома на Северной на до и после. Прорыв отопительной системы нанес и без того неприглядному дому большие разрушения. Лилось чердака. Пострадали квартиры как второго, так и первого этажа. В одной из них живет Сергей Силаков вместе с женой. Точнее жил. Из-за коммунальной катастрофы теперь придется переезжать к родственникам. Полилось все сверху. Скорее вещи собрали и увезли к сыну, к родственникам. Ну, процент 30 пострадал. Это раз. Ну, потом тут началось обрушаться все, и жена уехала. Потому что он начал куски шкатурки падать туда-сюда. Большая протечка, конечно. Было, конечно, намного больше воды. Это сейчас немножко все ушло. Но все-таки все, кидывать надо ковры и прочее. Больше всего досталось квартире второго этажа, над которой находится чердак, где и произошел прорыв отопительных систем. Дождь с потолка начался утром, рассказали жители. А вот это уже квартира над Сергеем Силаковым. По словам ее жильцов, протечка началась в районе 10 утра. И изначально пострадала детская, где я сейчас и нахожусь. На тот момент здесь было очень много воды. Но на этом коммунальная катастрофа не закончилась. Наибольшее разрушение получил зал. Здесь, по сути, обрушился потолок. И находиться здесь уже опасно. Теперь собственники двух квартир остались без жилья. В помещениях не то, что жить, а находиться опасно. Кажется, что потолок вот-вот рухнет. Одна из жительниц пыталась связаться с управляющей компанией. Слесарь, по словам женщины, приехал далеко не сразу. Четыре телефона, которые были указаны на сайте управляющей компании, в том числе две из них аварийные, не отвечали совсем. Затем я позвонила в аварийную службу городских тепловых сетей. На что они мне сказали звонить управляющую компанию. Я им сообщила, управляющая компания не отвечает. Они стали дозваниваться. Я сидела на городском номере, слушала, как они разговаривают между собой. И возмущаются тем, что эта компания действительно не отвечает. И прислали слесаря, который перекрыл. Никакой больше ситуации не было. Между тем, во время проведения съемки нам удалось пообщаться с представителем управляющей компании. Он проводил опись поврежденного имущества. Мы решили поинтересоваться, что же теперь делать людям. Но этот вопрос специалист предложил адресовать своему руководству. Здесь обвалилось потолочное покрытие. И в дальнейшем, что будет с квартирой в действии страны управляющей компании? Это к руководству. Вопрос, пожалуйста, они решают. В руководстве же управляющей компании рассказали, что аварийные трубы уже заменены. А собственники имеют возможность возместить нанесенный потопом ущерб. Собственники есть право обратиться с претензией с досудебной в управляющую компанию для возмещения ущерба. Это наш, так скажем, прерогатива. Поскольку помещение очень сырое стало после пролития. Какое-то время нужно, чтобы просохло. А дальше сейчас договариваются с собственниками о проведении ремонтных работ. В городской же администрации рассказали, что жители также могут потребовать от управ компании и временного жилья на время ремонта. Впрочем, город также может помочь в этом вопросе. Конечно, могут жители обратиться и в управление по учету распределения жилплощади администрации города Владимира. Но рассмотрение этого вопроса будет длиться те же две, а может быть три недели, когда ремонт уже будет закончен. Им сейчас где-то надо жить. Поэтому надо, видимо, идти по законодательному пути и требовать обслуживающей организации исполнения ее законодательных обязанностей. Если же жители не смогут договориться с управляющей организацией по поводу суммы компенсации, то этот вопрос они смогут решить в суде. Путем проведения независимой экспертизы. Пояснили в мэрии Владимира. Алексей Домнин, Александр Машаров, Шестой канал. Дороги в школы стали безопаснее. Общероссийский народный фронт подвел итоги акции, которая проводится на протяжении уже пяти лет. Ежегодно общественники и сотрудники госавтоинспекции не только проверяют дороги в школы на безопасность, но и составляют дорожные карты с маршрутами для школьников. Однако дети зачастую меняют маршрут и попадают в аварии. Учащийся школы номер один пострадал на Октябрьском проспекте. Безопасный маршрут осуществляется через пешеходный переход по улице Дзержинского, оборудованным светофорным объектом. Он переходит Октябрьский проспект. Сами понимаете, это оживленный участок в утреннее время, где шесть полос для движения. Движение в любое время суток там интенсивное и попадает в колеса автомобиля. Травмы несерьезные, но если бы он не пошел здесь, а пошел через светофор, я думаю, это возможно было избежать. На круглом столе представитель ГИБДД озвучил цифру. 61 ДТП с участием детей. Из них 25 произошли по невнимательности самих несовершеннолетних. Большинство случаев приходится на Владимир, Ковров, Александров. Чтобы сократить количество детских аварий, фронтовики предлагают делать пешеходные переходы, отвечающие всем нормам безопасности. Наше предложение связано с тем, что во всех региональных муниципальных образованиях из фонда дорожного были выделены деньги на то, чтобы власти однозначно все пешеходные переходы и маршруты детей исследовали и привели их к национальным стандартам безопасности в масштабах страны, в частности, в Владимирской области. А вот что бывает из-за недооборудованного пешеходного перехода. В конце августа в Муроме на пешеходном переходе, который находится возле одной из школ, водитель Лады Грант избил двух девочек-подростков. Когда на место аварии приехали общественники, они сразу подметили, что если бы переход был оборудован по всем нормам, то аварий можно было избежать. Местным властям рекомендовали дооборудовать пешеходник. Будем ходатайствовать перед органами власти Мурома о установлении здесь, прежде всего, искусственных неровностей, ну, как говорят у нас лежачих полицейских, и оборудование светофора, ну, с кнопкой для того, чтобы по требованию пешеходов загорался зеленый свет для пешеходов и красный для автомобильного транспорта. Общественники выяснили, что современным требованиям безопасности соответствует лишь один пешеходный переход в области, на улице Красноармейской, что во Владимире. Недостатки найдены около 59 школ региона. На 23 пешеходных переходах отсутствовали знаки, а около 9 образовательных учреждений фронтовики не обнаружили лежачих полицейских. Все больше и больше требований предъявляют к обустройству пешеходных переходов к школам. Мы надеемся, что после вот этого круглого стола еще больше пешеходных переходов появится, таких, которым будем довольны и мы, и, конечно же, родители, которые ведут детей в школу. Как быстро чиновники доведут до ума все пешеходные переходы в области, пока непонятно. У них на конкретные вопросы ответ всегда один – не хватает денег. Будем надеяться, что представителей Народного фронта такой ответ не устроит, и общественники и дальше будут требовать от чиновников, чтобы они не штаны в кабинетах протирали, а работали на благо и безопасность людей. Екатерина Филиппова, Шестой канал. Вишневый сад, смотровые, детские, спортивные площадки и даже набережная – такое видят территорию разработчики концепции нового парка. Когда-нибудь он должен появиться рядом с Дворцом детского и юношеского творчества. Проектировщики решили обсудить будущее парка с общественниками и местными жителями. По заверению архитекторов, большая часть зеленых насаждений в парке будет сохранена. Эти зеленые зоны составляют более 70% всей территории парка. Зеленые эти зоны посвящены именно тихому отдыху. И где-то тихий отдых мы можем проводить. Сердцем парка является вишневый сад. Он не обязательно должен быть вишневый, он может быть из деревьев и прочих плодовых деревьев и кустарников. Напомним, в мае этого года был определен победитель на разработку планировочной концепции благоустройства парка напротив Белого дома. Им стала столичная фирма. Этой осенью на суд общественности архитекторы представили предварительную концепцию благоустройства. В планах не только провести освещение территории и благоустроить дорожки. При этом вход в парк будет организован сразу несколькими входными группами. В этих павильонах, согласно проекту, будет находиться кафе, прокат спортинвентаря и уборная. Цель – завлечь отдыхающих. К тому же будет заменена и вот эта лестница со стороны улицы Мира. Новая будет не столь крутой. При этом здесь появятся площадки для отдыха. Здесь же в районе улицы Мира появятся также и смотровые площадки. Будет облагорожен и родник, который находится позади меня. А вот будущее той территории, которая находится за родником, то есть в районе пересечения улицы Мира и Октябрьского проспекта, пока не определено. Проектировщики видят два варианта для будущего северо-восточной зоны парка. Первый подразумевает создание павильона входной группы с туалетами, комнатой матери и ребенка, а также другими социальными функциями. Второй предполагает строительство социально-общественного центра. И этот вариант очень не понравился общественникам. В концепции представлены два варианта решения этого вопроса. По поводу второго, мое мнение, во-первых, это никак не согласуется с обещанием, что там не будет никакой застройки. Просто обращу ваше внимание, что 25 тысяч квадратных метров – это деловой центр, сопоставимый по площади с северными торговыми рядами. И в парке такое сооружение не нужно. Но архитекторы настаивают, без застройки все же не обойтись. Конечно, объект не должен быть коммерческим. Мы принципиально для себя как видим, что если там и должен появиться какой-то объект, он, очевидно, должен быть какой-то социально-культурной направленности. Ну, так скажем, это должен быть точно не офисный центр и не торговый центр. Мы преследуем именно вот эти цели. И как такой хороший живой пример того, как подобный объект существует, мы его в прошлый раз на конференции тоже озвучивали, это там библиотека ООДИ в Финляндии. Речь идет об общественном центре, где люди не только читают, но также встречаются и для проведения досуга, пояснил главный архитектор бюро. Среди других вопросов – парковка автомобилей. Не навредят ли они зеленым насаждениям парка? Задал вопрос житель города Артем Черней. Вопрос, который я хотел задать, это парковки. Вот этот вопрос, который меня очень-очень волнует. Мы постоянно об этом говорим. Хотелось бы узнать то предложение, о котором вы говорили, поподробнее. Фактическая территория зелени, она идет отсюда. То есть мы вот эту парковку размещаем в той полосе, которая образовалась между участками и существующей зеленью. Мы немножечко залезаем здесь. Есть такое. Но, как нам кажется, это очень деликатно. То есть мы практически не трогаем существующее зеленое насаждение. Также в ходе обсуждения прозвучало предложение наполнить будущий парк скульптурами. Правда, не все общественники поддержали эту идею. Обсуждение будет продолжено. Предложить свои варианты парка можно на сайте parkvladimir.ru. Алексей Домнин, Александр Мажаров, Шестой канал. Чтобы помнили и гордились, в «Планетарии» презентовали вторую часть книги о владимирцах, которые внесли вклад в освоение космоса. Она называется «Призвание Байконур». Автор – председатель Владимирского совета ветеранов космодрома Байконур Михаил Яшуков. Четверть века он прослужил на легендарном космодроме. Создал семью, а теперь объединяет всех байконуровцев, приехавших жить во Владимир. В книгах ветерана интересны истории, документы, редкие фотографии и рассказы о наших земляках, которые стояли у истоков космической эры. В их числе инженер и конструктор Михаил Тихонравов, знаменитый летчик Николай Каманин. Все собрано, чем знаменитый Владимир. И вот еще обращаю внимание на одну деталь. Ведь ветераны-владимирцы космодрома Байконур есть, кто прошел Великую Отечественную войну. Вот здесь вот список данных. Это 20 фамилий? Да, 20 фамилий. Это те люди, которые участвовали в Великой Отечественной войне. После войны их послали как офицеров на Байконур. Они его строили. Михаил Адамович рассказывает, писать книги решил благодаря внуку. Когда-то заглянул его школьный учебник по истории и удивился, как мало там информации о создании и развитии космической отрасли нашей страны. Восполнять пробелы решил самостоятельно. Семья поддержала. Внук Андрей уже вырос. Рассказывает, что истории деда о Байконуре помнит с детства. К созданию книги молодой человек тоже приложил руку. Вечерами, приезжая с работы, Михаил Адамович сидит на кухне. Он как свой кабинет оборудовал ее. Пишет книгу, я ему помогаю в информационной сфере. То есть все это печатаю. Параллельно рассказывает мне, как попал на Байконур, как вообще столкнулся с этим. Гордитесь дедом? Да, естественно. Огромный вклад внес. Выход новой книги не случайен. 2020 год юбилейный для Байконура. Космодром основали 65 лет назад. К слову, в честь этого события за патриотическое воспитание молодежи, владимирских ветеранов наградили нагрудными знаками первой степени. На презентацию книги приехали давние друзья владимирских байконуровцев из Костромы. Николай Калитенко прослужил на космодроме более 20 лет. Михаила Адамовича знаю давно, с 87-го года. И многих-многих ветеранов Владимира тоже многих знаю. Что может быть самое яркое связано? Может первый приезд, когда впервые на Байконуре оказались? Первый приезд, что первое впечатлило, это погода как в сауне. Жарко-жарко было. Мы приехали в июне, и когда я увидел, что термометры, они просто даже не показывают ту температуру, которую надо показывать. Пообщаться с автором книги и увидеть настоящих героев космоса в планетаре пришли школьники и студенты Владимира. Интересные встречи, игры, презентации, посвященные космосу, в октябре проводят по всему миру. И вот почему. С 4 по 10 октября ежегодно во всем мире отмечается Всемирная неделя космоса. И посвящена она дню начала космической эры, запуску первого искусственного спутника Земли. На издание второй части книги Михаил Яшуков получил грант от администрации города. Издать удалось 500 экземпляров. Большинство из них разойдутся по школам и библиотекам города. Ветеран мечтает и о третьей книге. Ее хотел бы посвятить дружбе байконуровцев и Владимирского планетария. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал. Гражданская оборона как наука и средства индивидуальной защиты это не только маски и респираторы. Урок от спасателей на этот раз прошел в школе-интернате номер 2. Ребята узнали, что гражданская оборона это не только музыкальная группа, но и наука о защите населения во время чрезвычайных ситуаций или военных конфликтов. После теории наступает любимый момент для школьников знакомство с пожарно-спасательной экипировкой. Школьники по желанию могли примерить специальный костюм и противогаз. Первые средства защиты от воздействия вредных веществ во время чрезвычайных ситуаций. Смотрите, у нас из чего состоит противогаз? Из шлем-маски, да? Из очковых линз, клапок выдоха, клапок сдоха. А это что у нас? Из газа. Все верно. Фильтр. Детям мы напомнили о том, что такое гражданская оборона, о задачах гражданской обороны, также о сигналах ее. Был продемонстрирован костюм защиты L1, также противогаз. Мы считаем, что такие уроки нужно проводить как можно чаще, для того, чтобы у детей сформировались базовые знания о том, что такое гражданская оборона. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если вы стали свидетелем чего-то экстраординарного, то набирайте номер 36 66 66. Если у вас есть темы для журналистских расследований, то звоните по телефону 54 10 30. Еще больше информации вы найдете на нашем сайте 6tv.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Сегодня вечером во Владимирской области пасмурно, без осадков. Температура воздуха составит плюс 11, плюс 13 градусов по Цельсию. Завтра днем в нашем регионе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 16 градусов тепла. Ветер южный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров артутного столба. Влажность воздуха 45%. Редактор субтитров А.Семкин